К сожалению, откат и взятки в нашей стране не новость. Где есть большие деньги, да и любые государственные средства, всегда найдутся те, кто не прочь наживиться. Но когда коррупционные скандалы выходят за рамки государства, то помимо миллионов и миллиардов, страна теряет и свое лицо. Об имиджевых и инвестиционных рисках мы решили поговорить с основателем пенсионной платформы EMPKZ Ботой Жумановой. Бота, добрый вечер. Вот такие международные коррупционные скандалы с участием Казахстана. Какие риски репутационные несут для нас? И могут ли такие истории отразиться на инвестиционной политике государства в целом? Добрый вечер. На самом деле, если коротко ответить на ваш вопрос, для международных инвесторов, для крупных транснациональных компаний, на самом деле ситуация с коррупцией в развивающихся странах, к которым относится Казахстан, ну и в принципе все страны постсоветского союза, это не сюрприз. В их понимании проблемы, которые можно решить с деньгами, это по сути не проблема, это всего лишь статья расходов. Просто некоторым удается достаточно успешно спрятать эту статью расходов в своей финансовой отчетности, а некоторым недостаточно хорошо удается это сделать, как, например, это произошло с компанией Санафи. Поэтому в данном случае я не думаю, что есть какой-то репутационный еще больший удар по Казахстану, потому что, поверьте мне, все инвесторы прекрасно осведомлены, и у никого нет никаких иллюзий относительно Казахстана, что здесь можно делать бизнес без, ну скажем так, да, без вовлечения заинтересованности каких-либо государственных должностей в развитие бизнеса. Такой вопрос, почему даже именитые международные гиганты работают по такой схеме у нас? Это вынужденная мера или легкий, быстрый способ завоевать рынок? Я думаю, что все компании хотели бы работать честно, потому что любая коррупционная схема, она увеличивает себестоимость продукции и себестоимость любой услуги. Вся эта стоимость, затем все эти расходы ложатся на стоимость конечного продукта, то есть на конечного потребителя. Спасибо, Бота. Об имиджевых рисках и потерях для Казахстана от коррупционных скандалов мы говорили с финансовым аналитиком Ботой Жумановой. И к лекарственному скандалу. Марципан – это сладкое слово «марципан». И, наверное, особо сладким оно было для тех, кто был вовлечен в эту схему. Поясню, именно это слово явилось зашифрованным кодом откатов. В истории с фармскандалом. Эти левые деньги даже проходили по бумагам. Их можно было отследить в переписке и в табличных файлах. Интересно, каким словом называла откаты казахстанская сторона? В распространенном документе говорится, что зарубежная компания давала взятки именно госслужащим.